Ой, там тоже пауки, там пауки. Сколько пауков! Ребят, всем привет! Сегодня мы снова приехали в Exit Games на квест. Сейчас посмотрите, на какой квест мы пойдем. Очень нам здесь понравилось. В общем, ребят, пошли с нами снова наслаждаться квестом. Сегодня здесь побольше людей. Сегодня пятница. Хоть и будний день, но здесь шумно очень довольно-таки. Это сегодня здесь празднуют день рождения. Вот такие столики можно заказать. И отпраздновать здесь день рождения ребенка. Ребят, нам настолько понравился квест в прошлый раз, что мы не удержались, пока мы в Москве. Мы решили еще раз использовать возможность, пока мы не уехали, и все-таки сходить на школу волшебства. Мы когда заглянули в квест-комнату вот этого квеста, мы были просто в восторге от того, что там происходит, от того, как она выглядит. И все-таки решили с семьей испытать себя в Хогвартсе, что ли. Естественно, здесь волшебства не будет. Ну, волшебство — это отдельная тема, в принципе. Но здесь именно нужно будет искать какие-то зелья, там. Ну, тоже это квест вот на прохождение. Ученики школы волшебства и чародистов Хогвартс. На носу у нас очень важный экзамен в музее варенье, но мы не готовы. Поэтому мы пробрались в кабинет профессора Снега, чтобы выкрасть это зелье и сдать успешный экзамен. На выполнение этого квеста у нас есть 56 минут, потому что после этого профессор Снег придет и нас застукает, и мы не сдадим ни экзамены, нас отчислим. Поэтому сейчас мы проходим в комнату. Возможно, мы покажем, куда мы заходим, ребят. Конечно. Вот эти все как положено. Платформа 9,3 четверти. Мы, короче, туда, в мир волшебства заходим. В мир Хогвартса. Ребята, профессор Снег вернется через 56 минут. Это такой профессор очень злющий. Кто смотрел Гарри Поттера, с ним лучше не сталкиваться. У нас есть 56 минут, чтобы выбраться с его лаборатории, с его комнаты. Ты сними, где мы оказались. Это настоящая лаборатория профессора из зелья варенья. Такая страшная паутина. У нас же Сашулька отказался идти сюда. Говорит, мне сюда страшно идти. Поэтому Сашулька с Боречкой остались с нашими друзьями дома. А мы, ребята, с вами будем сейчас решать этот невест. Мы начинаем обследовать эту комнату. Наша задача сейчас понять, что же здесь нужно делать. Смотрите. Мой любимый герой, профессор Дабблдор. Его портрет. Жалко, он не двигается, не разговаривает с нами. Все, давайте, ребята, разбедаемся и начинаем смотреть. Ребята, два нашли, третий ищем. Давайте, третий ищем. Где третий? Везде ищем. Это не двигается. Не двигается. Где третий? Где третий? Проверяем все поверхности. Проверяем, где он двигается. Подсказки есть. Пять подсказок у нас есть, сказали. А где? Не знаю. Может, спрашиваете у этой? Может быть, сейчас я спрошу, где тут подсказки. Все, вы там обыскиваете, а я здесь, по поводу, открыть что-то. Сверху. Я, ну, где зелье-то, светлое? Посмотри. Зелье? Ну да, я. Здесь есть темное, а есть светлое что-то. Давайте мы просто посмотрим, как темное, светлое. Здесь открыли. Давай. А где символ? Так, нужно использовать волшебную палочку. Вы думаете, она сюда? А может быть, сюда и приложить? Так. Нам нужен определенный знак. Смотрите, это Василиск. Зоя, злобный Василиск. Ой, из-за этих людей. Из-за этих, говорит Аня. Давайте решать быстро, что с этим делать. Мама, тут тоже должен быть какой-то знак, чтобы открыть. Давайте, может, это открывает это? Почему мы вообще на них? Да, спросим. Дальше, подсказку берите, время идет. Подожди, вот это что? Вот твой носок. Носок. Живный носок. А, нет. Есть, есть. Что? Есть, мы нашли вторую фишку. Дальше, что мы будем делать дальше, ребята? С этим всем делом. Мама, у нас сюда надо. А давайте поищем, может, есть какие-то... Может, есть какие-то... Я знаю, что. Ищи похожи. Сестер и сестер. Лев. Так, а что может быть, значит, это? Здесь бияж. Сбияж. Вот лев. Ребят, вот эта доска может иметь тоже какой-то смысл. Маркус пожарбился. Давайте мы поиграем с этой доской. Слушай, Маркус. Что это может быть? Один, три, три, два. Есть. Есть. Ребята, есть. А тут непонятно. Четвертую подсказку можно. Да. А может быть, мы что-то... Да. Может быть, мы постараемся еще вот это открыть? Открывается она или нет? Можно посмотреть. Четвертую подсказку давайте возьмем. Я предлагаю посмотреть все, что может участвовать в квесте. Все, что... Книжки. Все, что может участвовать в квесте, посмотреть. Что-то мы можем... То есть где-то должно быть? Мама, ты что? Мама. Мне кажется, что Смурса как-то участвует в квесте. Мама. Кажется, что он там участвует в квесте. Он какой-то подозвителен. Он бы не открыл. Ключ. Никто не видел ключа? Нет. Нет. Смотрите, в этом ящике есть ключ. Я же это и хочу найти. Алла Аморре! Зачем нам носки? Плюс это открывается. Так что то, что должно случиться. Звали направо здесь. Смотрим. Гробно здесь. Ничего. Надо ничего не упускать, ребята. Что вы видите, зрители здесь, а? Что вы видите? Ничего. И мы здесь не видим ничего. Ничего. Че-е-е-е. Мы дверь открыли. О, какая комната. О, пауки. Посмотри, какие большие пауки, Боря. Пошел. Мама. Посмотри, какие пауки большие. Вау. Хорошо, что Саша сюда не пошел. А на второе это все. Это не до слабонервных и не деманных. Димбус 2000. О, ребята. Давайте с собой внесем, как трофей. Димбус 2000. Ребята, ищем вот такой символ. Смотрите. Мама, посмотри, она должна открываться. Нужно посмотреть. Может быть, ищите вот такой символ? Ищите, как на картинке символ. Попробуем найти. Может тоже что-то откроется с помощью палочки. Хорошо, ищем. Что может здесь участвовать в власти? Слизы. Я это, нет же, Макгонакал, профессор Макгонакал. Это же говорящая шляпка. Мама, тут нужно приготовить что-то. Я нашел змею. Где? Корнем автором. Бросит котел. Ставьте на маленький огонь. Через 2 секунды добавьте 2 слова слез единорога. Где слезы единорога? Каменный песок. И последний. Есть! Что-то здесь произошло. Что здесь произошло? Честно, замышляю только шалость. Представляю, сейчас она взяла и загорелась. Не работает. Шалость удалась. Куда? Сколько у нас средний? А там не искала. Вот это, смотрите. Подождите. Давай я спрашиваю. Сколько у нас средний? Кто мне подошет на вот эту карточку? Вот такие значки. Ищем еще. Вот эта картина я не могу. Я с этой женщины что-то она замышляет. Понимаешь? Откуда открывается? Нам нужно найти, где еще можно применить ваших двух палочек. Мама, мне вот это шкурки будут отличить. Шкурки будут отличить. Давайте посмотрим. Зачем они тут стоят? Просто пустоят. Я нашла еще одну палочку. Что-то эта палочка, она дает. Потому что это третья палочка. Еще мы палочку нашли. Две палочки нашли. Они отличаются от этих двух. Это не просто так. Они что-то значат. Они могут открывать что-то. А что надо сделать дальше? Я не знаю. Нужно где-то применить палочку. Где? Хорим на драгоры. Смотрите. Да, я показывал уже. Ой, это... Это драгорит. А ну, кто попробует палец и не сунуть просто? Я. Я. Класс. Мам, я думала, что где-то на стене должен быть. А я думаю, что что-то в книжках может быть. Я думаю, что что-то здесь. Ребята, четыре палочки нам сейчас нужно использовать. Четыре. Пошли, используйте. Все нашли? Да. Все. Е-е-е-е-е-е-е-е. Мы нашли волшебное зелье. И мы убегаем, пока профессор Снэйп не вернулся сюда. Ребята, мы победители. Супер. Понравился бы? Да. Да. Я думаю, если бы я такой прошел, то... Да что вы тут делаете? Было бы хуже, если бы Снэйп пришел такой. Ну, вот это свои смена вам среди. Малакитавра. Малакитавра. Реально классно сюда всегда приходили. Вместе мы сила! Очень классно приходить. Мы одолели Хогвартс. Вернее, мы одолели Снэйпа. И он нас не поймал. Это такой злой дядька. Теперь мы займемся. У нас появилась возможность не то что насолить его, а обхитрить этого злого героя этого Хогвартса. Хотя в результате оказался он добрый. Ой, что-то меня уже совесть начинает мучить. Слушай, что мы у него воровали зелье. Он-то оказался хорошим в конце. Но все равно... Короче, ребят. Впечатление в горе. С семьей сюда идти. Вообще сказка. Во! Мы снова получили магнитет... Как это называется? Значки. Красивые. Выбрали еще новеньких каких-то. Привезем значок Паши, Саши и Борюсику. В общем, мы довольны. Нам очень нравится, знаете, что удалось там, несмотря на то, что короткая неделя, все-таки посетить два раза данное заведение и пройти здесь в классный квест. Я не буду уже снова показывать, что здесь есть. Я показывала это в предыдущем квесте. Просто ссылочку оставлю в описании видео. Смотрите. Мало того, я узнала здесь в будние дни. Вот в пятницу сейчас очень насыщенно. В воскресенье, в субботу здесь практически невозможно забронировать место. Мы попробовали забронировать на воскресенье, но у нас не получилось. Уже все занято. В будние дни здесь посвободнее. Мало того, я тут узнавала, в будние дни есть разные акции. Акции, скидки. Поэтому все эти скидки и акции указаны на сайте. Кто хочет посетить Exit Games, заходите, потому что там можно воспользоваться скидками очень хорошими довольными. Все. Пока-пока. До новых видео, до новых игр, до новых путешествий, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода.